Школу решили возводить в микрорайоне новый. Это зона перспективной застройки. Коттеджи, частные дома. Место выбрали удобное. Ведутся земляные работы и начало возведения нулевого цикла, то есть фундаменты. В прошлом месяце начались работы. В общем, через 17 месяцев, в принципе, школа должна принять первых учеников. А пока детям приходится учиться в школе номер два, в две смены. Примерно половина третьего А из Гороховки, так местные называют микрорайон новый. Они и перейдут в новое здание. Вова Верстунин живет напротив стройплощадки и знает все последние новости. Там уже завозят некоторые детали для самой школы, платформы для этажей. Много машин работает, камазов, всякие прицепы, трактора. Для нас это вообще значимое событие, потому что, во-первых, наша школа очень перегружена. Детей с каждым годом становится все больше, а мест мало. Школа номер два самая большая, рассчитана на 850 человек, а учится более 1800. В этом году пик загруженности. 35 классов с первой смены и 33 со второй. Занятия начинаются с восьми и заканчиваются в 7-20. Это, конечно же, очень сложно, особенно на второй смене. На второй смене у нас учатся дети вторых, третьих, четвертых и шестых, седьмых классов. Вот шестые и седьмые классы, очень такой как раз возраст подростковый. И они, в общем-то, без контроля родители, потому что в обед уходят уже самостоятельно. Также сложно организовать внеурочную деятельность, да и накормить всех ребят. С появлением новой школы эти трудности отпадут. Вот какой она будет. На 900 мест, 14 тысяч квадратных метров. По такому же проекту построена школа в Тюмени, в Заречном микрорайоне. Я скажу, что несложные в плане строения. Вот отдельный блок – это учебные классы. И отдельный блок – это спортивный зал, актовый зал, библиотека, столовая, открытые спортивные площадки, мини-футбол, волейбол, баскетбол, беговая дорожка. Ну и, соответственно, полоса препятствий и так далее для сдачи норм ГТО. Новую школу планируют открыть к 1 сентября 2019 года. Любовь Болдырева, Сергей Жернаков, Тюменское время. Любовь Болдырева, Сергей Жернаков, Тюменское время.